«Должно всегда молиться» Евангелие от Луки, глава 18, стих 1. «Непрестанно молитесь» Первое послание Фессалоникийцам, глава 5, стих 17. Можно наблюдать, что часто молитва и жизнь христианина не связаны в одно целое. Человек уделяет молитве время, утром и вечером, а в остальное время дня забывает и о молитве, и о Боге, и об учении Христа, и об Его заповедях. Молитва в этом случае как бы обособляется и не проникает в жизнь. От этого жизнь христианина в таких случаях мало чем отличается от жизни, живущих вне Бога. Человек легко поддается действию страстей, его возмущают бури душевные, и он чувствует себя беззащитным и покинутым при житейских невзгодах. Это случается потому, что человек не умеет постоянно владеть могучим оружием христианина, непрестанную молитвою. Он как бы примеряет оружие утром и вечером, а на день снимает его и выходит на ежедневную битву с врагом без оружия. «Кроме непрестанной молитвы мы приблизиться к Богу не можем», — говорит преподобный Исаак Сирианин. А святой Григорий Богослов пишет, «Нам надлежит не только самим молиться всегда, но и других всегда учить тому же, всех вообще, и монахов, и мирян, и мудрых, и простых, и мужей, и жен, и детей, и побуждать их молиться непрестанно». Святой Симеон Новый Богослов учит, «Тот, кто непрестанно молится, в этом одном все доброе соединяет». Святые отцы говорят так же, что если ты молишься только тогда, когда встал на молитву, то ты никогда не молишься. Надо понимать так же, что мы подвергаемся действию непрестанного потока искушений в мыслях и в чувствах, при работе, отдыхая, в постели и так далее, поэтому и основное средство борьбы с искушениями, молитва, так же должна быть непрестанной. Отсюда привычка к непрестанной молитве есть самое важное, самое необходимое из всех привычек, и для приобретения ее христианин не должен жалеть усилий. Есть несколько форм непрестанной молитвы. Одной из них так учит Святой Василий Великий. «Молиться надо б навсегда, при всяком случае. Вкушая хлеб, воздай благодарение давшему его. Надеваешь одежду — благодари даровавшего нам покровы. Пришел ли день — благодари даровавшего нам солнца. Как смотришь на небо и увидишь красоту звезд, Молись, владыки видимого, и поклонись наилучшему художнику, Богу, Который все премудрости усотворил Еси. Когда увидишь, что вся природа объята сном, Опять поклонись тому, кто посредством сна Разрешает нас от непрерывности трудов. Таким образом непрестанно будешь молиться, Не в словах заключая молитву, Но через все течение жизни приближаясь к Богу, Чтобы жизнь твоя была непрерывною и непрестанною молитвою». Как видно из приведенной выдержки, Святой Василий Великий понимает под непрестанной молитвой Непрекращающееся состояние богомыслия, То есть постоянной памяти о Боге И зависимости нас и всех наших дел и всей природы От нашего Создателя и Промыслителя. Как пишет преподобный Иоанн Лествичник, «Нужно возвращать наш ум к Богу Не только стоя на молитве, Но приготовляться к ней весь день, всю жизнь, И это само по себе уже будет молитва». О такой же форме непрестанной молитвы Пишет в своих трудах и Великий молитвенник, Отец Иоанн Кронштадтский. «Везде и всегда, иду ли я, еду ли, сижу или лежу, Мысль о Боге никогда не покидает меня. Я молюсь Ему Духом, Мысленно предстаю Ему и созерцаю Его пред Собою». Несколько другая форма непрестанной молитвы Излагается в поучениях епископа Феофана Затворника. Надо в продолжение дня Чаще к Богу из сердца взывать краткими словами, Судя по нужде души и текущим делам. Начинаешь что? Например, говори «Благослови Господи». Кончаешь дело, говори «Слава Тебе, Господи!» И не языком только, но и чувством сердца. Страсть какая поднимается, говори «Спаси, Господи, погибаю!» Находит тьма помышлений сомнительных, Взывай «Изведи из темницы душу мою!» Предстоят неправые дела, и грех влечет к ним, Молись «Настави меня, Господи, на путь!» Грехи подавляют и влекут в отчаяние, «Возопи мытаревым глазом, Боже, милости будем мне грешному!» Так и во всяком случае. Или просто часто говори «Господи, помилуй!» «Владычица Богородица, помилуй мя!» «Ангел Божий, хранителю мой святый, защити мя!» Или другим каким словом взывай. Только сколько можно чаще делать эти взывания, Всегда стараясь, чтобы они из сердца исходили. Здесь, как мы видим, епископ Феофан Предлагает нам в течение всего дня Непрестанно возносить краткие молитвы В зависимости от наших дел и состояния С просьбами о помощи, защите и укреплении нас. Здесь уместно вспомнить, Как привычка к памяти о Боге И непрестанной молитве Три раза спасала старца Силуана От смертельной опасности. Прямо на него бежала бешеная собака, Бежать от нее было уже невозможно, Силуан успел лишь помолиться «Господи, помилуй!» И какая-то сила отшвырнула собаку в сторону, И она пробежала мимо. В другой раз на него катилось с высокой горы большое бревно. Опять он воззвал к Господу о помощи. И бревно остановилось, зацепившись за что-то. В третий раз в его дыхательное горло попала рыбная кость. Тотчас же он обратился в молитвы к великомученику-юцелителю Пантелеимону, И ему было внушено сильно кашлянуть, И кость вышла из гортани с большим количеством крови. Мы слышали также рассказ про одного кавказского старца-пустынника, Непрестанно творившего молитву. Как-то случайно, когда он шел по горам, У него прервалась молитва. Внезапно он поскользнулся и полетел под откос в пропасть, Падая, он возобновил молитву, и тотчас же его падение прекратилось, И он оказался стоящим твердо на своих ногах. Особый образец непрестанной молитвы Дает нам преподобная Макрина, Сестра святого Василия Великого. К непрестанному богомыслию и молитве Преподобная приучила себя уже с детства Путем непрекращающегося в ее устах священного песнопения. В жизнеописании преподобной написано Вставала ли она еще девочкой с постели Или принималась за какое-либо дело Садилась ли обедать Или вставала из-за стола Полдень и вечер она не пропускала без пения псалмов. Какова бы ни была форма непрестанной молитвы, Она приводит христианина к тому, Что он находится в непрестанном общении с Богом, Черпает в нем силу, Сохраняет свое духовное устроение И этим достигает цели своей жизни, Всегдашнего пребывания в Духе Святом. Преподобный Иоанн Лествичник так говорит О необходимости постоянного бодрствования молитвенного. «Помни, что надо и после молитвы сохранять себя, И ты должен знать, Что толпы бесов, побежденных тобою, Вновь осаждают тебя». Для приближения себя к непрестанной молитве Необходимо утренние и вечерние правила Дополнять молитвами в течение самого дня. Как известный минимум, Преподобный Серафим предлагает мирянам Совершать молитвенное правило Три раза в день, Утром, среди дня и вечером. В течение дня преподобный допускает Совершение правила среди дела, На ходу, Если нельзя выбрать Времени для уединения. Его правило для погруженных в суету дня мирян Состоит из чтения Три раза «Отче наш», Три раза «Богородица» И один раз «Верую». Тот, кто читает утром и вечером Обычные церковные правила, Может для середины дня брать Хотя бы правила преподобного Серафима. Горе нам, Если мы будем пренебрегать Вовремя помолиться. Это сразу же отразится на деле И на самочувствии нашем. Совершение подобных молитв В течение дня Также приблизит христианина К выполнению завета О непрестанной молитве. При непрестанной молитве Не следует смущаться Никакими внешними занятиями Или положением И никогда не переставать молиться. Об этом так говорит Преподобный в Арсенофе Великий И Иоанн. Сидишь ли ты? Занят ли чем? Ешь ли? Или иное, что делаешь Ради потребности телесной К востоку ли? Или к западу случится Быть обращенным? Не сомневайся молиться. Ибо мы получили заповедь Делать сие непрестанно И на всяком месте, Когда и голова у тебя покрыта, Не оставляя молитвы. Насоблюдай лишь то, Чтобы делать это Не с пренебрежением. И так стоишь ли ты? Или сидишь? Или лежишь? Пусть бодрствует сердце Твое в твоем псалмослужении. Предавайся молитве, Непрестанно прибегая к Богу Днем и ночью. И тогда враги, Борющие душу, Отступят постыженные. Совершенные отцы наши Не имели определенного правила, Но в течение целого дня Несколько упражнялись В псалмопении, Несколько читали из уст на молитвы, Несколько испытывали помыслы. Мало, но заботились и о пище. При этом преподобный Варсонофий пишет, Что если ты непрестанно молишься По слову апостола, То не нужна продолжительность, Когда встаешь на молитву, Ибо ум твой Весь день пребывает в ней. Следует отметить, Что непрестанное внутреннее общение Человека с Богом Может совершаться Не только при физическом труде, Но и при всех видах Умственного труда. Об этом так говорится Во второй части Откровенных рассказов Странника. Профессор спрашивает схемника, Когда должен я заниматься Чем-либо исключительно умственным, Как-то внимательным чтением Или обдумыванием Глубокого предмета Или сочинения, То как могу при этом Молиться умом и устами? Схемник отвечает, Представь, Что строгий и взыскательный царь Повелел тебе Сочинять рассуждения На данную им глубокую тему В его присутствии, У подножия его трона. Как бы ты ни был Совершенно занят Твоим предметом, Однако же сознание Присутствия царя, В руке которого Жизнь твоя, Овладевая тобою, Не попостит тебя Ни на малое время Забыть о нем. Это-то ощущение И живое чувство Близости царя Очень ясно выражает Возможность Заниматься непрестанно Внутреннюю молитвою И при умственных упражнениях. Великое дело христианина Приучить себя К непрестанной молитве. Как говорил старец Сивуан, Господь словословится Во всех храмах, А истинные христиане Славят Бога В сердцах своих. Сердце христианина Храм, А ум его Служит престолом, Ибо Господь любит Обитать в сердце И уме человека. Когда же непрестанная молитва Твердится в глубине сердца, Тогда весь мир Превращается В храм Божий. Кроме перечисленных Выше форм непрестанной молитвы, Мы будем говорить Отдельно Об особой И наиболее важной Ее форме Так называемой Молитве Иисусовой. А сейчас приводится Пример Молитвы Богомыслия, Исполненной Величайшего смирения И покорности Воли Божией. Создатель ее Священно-мученик Петр Дамаскин. Хочешь ли Ради смирения Попустить на меня Искушение, Я так же Не отойду От тебя И ничего Не буду делать Самовластно. Без тебя Я не произошел Бо из небытия И не могу Ни жить, Ни спастись. Что ты хочешь, То и твори С созданием Твоим. Но верую, Что, будучи благ, Ты устроишь Лишь, лишь Лишь благое, Хотя я и не Познаю, Что это полезно. Но я Не достоин Знать И не прошу Научиться, Чтобы получить Спокойствие. Может быть, Это мне Не полезно. Не смею Просить И облегчения Какой-либо Брани, Искушение. Хотя я И немощен И во всем Утягощен, Но не знаю, Что мне Полезно. Ты ведаешь Все, Как ведаешь Сотвори. Только бы Мне не погрешить, Что бы ни случилось, Но хочу Или не хочу, Спаси меня. Однако и это, Если тебе угодно, Мне вовсе Не подобает Думать об этом. Я перед тобою Как бы бездушный. Ты всем Хочешь благо. Это ясно Из всех благодеяний, Которые ты оказал, И постоянно Нам оказываешь По благодати, Явно и неявно, Которые мы знаем И которых не знаем, Из самого Превышающего Ум Снисхождения Твоего к нам. Кто я, Что осмеливаюсь Извещать тебя О себе, Сердцеведец? Но говорю Это для того, Что бы и мне Самому И врагам моим Знать, Что я прибегаю К тебе, Пристанищу Спасения моего. Через благодать твою Познал я, Что ты мой Бог. И уже не смею Много говорить, Но только хочу Представить тебе Мой ум, Свободный От всего Мирского, Глухой и немой Ко всему Мирскому. Не знаю, Делал ли я Когда-либо Что доброе, Но всегда Много злого, За которое В виде раба Повергаюсь Пред тобою, Прося о том, Чтобы ты Сподобил меня Каяться. Не попусти меня, Господи, Иисусе Христе Божий мой, Делать или Говорить или Мыслить Неугодное тебе. Довольно Для меня Множество Стольких Прежде бывших Грехов моих, Но как ты Хочешь, Помилуй меня. Велико Для меня, Что я Ношу Имя Христианина. Как сказал Ты, Господи, Одному из Робов Твоих, Велико Для тебя, Что ты Наречен Моим Именем. И для меня Это Более всех Царств Земных И неба. А вот Получение Старца Захарии И строится Серга Вилавры О непрестанной Молитве. Чадо Мои, Старайтесь Приобрести Постоянную Молитву. Крепко Просите О том Неусыпающую За нас Молитвенницу Матерь Божию, Как я уже Не раз Повторял Вам. Навыкайте Ни одного Дела без Молитвы Не начинать. Работаешь ли Ты по Специальности Твоей, Прежде всего Возьми Благословение У Царицы Небесной. Перед Ее Лицом Произнеси Молитву Иисусову. А во время Службы Сердцем Чувствуй Присутствие Господа. Он Все Видит, Даже мысли И чувства Твои. Старайтесь Каждое Движение Ваше, Каждое Прикосновение К предмету Соединять С молитвой. Молитва Рождает Смирение, А без Смирения Нет Спасения. Окончив Работу, Вознесите Благодарение Господу И Царице Небесной. Чадо Мои, Даже когда По лесенке Поднимаетесь Или спускаетесь, На каждой Ступеньке Говорите Про себя В себе По словечку Из постоянной Молитвы. Не благословляю Иначе Ходить По лестнице. Неспешно Творите Молитву. И для души Это Оздоровление, И для сердца Польза. Незадаром Воздух Пьем. Каждое Слово Святое Это Великая Творческая Сила. Каждое Слово Молитвы Приближает Нас К Богу. Мы Опустошили Наши Слова Оторвав Их От Господа. Даже Если нужно Что житейское Сказать, Надо в сердце Держать Молитву. А кто Еще не Привык Держать Молитву При разговоре, То пусть Хоть Помнит, Что Говорит Он В присутствии Господа, И все, Что он Скажет, Что почувствует, Все Видит Он, Отец Наш Небесный, Находясь Здесь, Никогда Нельзя Забывать О везде Присутствии Божием, Забывать Это Грех. Для Водворения В сердце Постоянной Молитвы Требуется, Чтоб Молящийся Не Говорил Ничего Лишнего, Празного, А также Чтобы Не Мечтал, Не Беспокоился, И Не Обдуманно Не Делал Ничего, Что Ему Захочется, А старался Б во всем Творить Волю Божию. Беседуйте, Жи чадо Мои, Как Можно Чаще С В действиях Исполнять Волю Божию. Вот Вы Обратились Благодатными Словами Святых К Богу. Но Может Быть Это Для Вас И Все? Нет. После Прочтения Молитв С Великим Вниманием В Безмолвии Мыслей И Чувств Нужно Постоять Хоть Несколько Минут, Ожидаясь Сердцем Своим Ответа, Вразумление И Так Далее. Эти Несколько Минут Вас Многому Научат. Сначала Три Минут И Пять Минут, А потом Сами Увидите Кому Сколько Нужно. Прошу Вас Это Исполнить И Благословляю. Это Усилит Вашу Постоянную Молитву И Отречение От Своей Воли И Даст Жажду Получить Стяжать В Сердце Духа Святого. Продолжение следует...